В эфире телеканала Россия. Итоговая программа событий недели. В студии Шемес Пхешхов. Доброе утро. Сегодня день возрождения карачаевского народа. 63 года назад карачаевцы после 14-летней ссылки вернулись на свою историческую родину. С праздником жителей республики поздравил глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов. Он отметил, что несмотря на разные испытания, народ выжил. Сегодня продолжает трудиться и занимает достойное место в соцветии народа в России. Пожелал процветания и благополучия каждой семье. Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. В ходе совещания по противодействию распространения коронавируса об этом заявил президент страны Владимир Путин. Как отметил глава государства, ситуация остается сложной и в эти дни нужно будет строго соблюдать профилактические меры. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов на этой неделе посетил новый резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом, оборудованный в северной части республиканского центра. Это уже третье специализированное медучреждение, которое официально отведено для пациентов, инфицированных COVID-19. Рашид Темрезов выразил надежду, что новый резервный госпиталь не понадобится, но тем не менее должны быть готовы к любому сценарию развития эпидситуации. В новом госпитале выполнены абсолютно все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и Минздрава России для оказания реманимационной и других видов помощи больным. 52 реанимационные койки оборудованы аппаратами ЭВЛ. К 140 местам подключен кислород, сформированные бригады врачей младшего и среднего медперсонала, запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и детсредств согласно нормативам. Рашид Темрезов поручил министру здравоохранения Казиму Шаманову постоянно наращивать запасы средств индивидуальной защиты для медработников, в первую очередь для госпиталей, а также для работников сферы здравоохранения. Ну, врачи все делают от них зависящее, да, есть, может быть, какие-то недостатки, но мы о них не знаем, есть ли они будут оперативно, все решается совместными усилиями. Сейчас поддержку оказывает и центр, проводятся практически в ежедневном режиме совещания, где все эти вопросы отрабатываются именно с целью не допустить каких-то проколов в оказании помощи, сохранить жизни наших граждан, заранее подготовиться к возможным всем вызовам. Я думаю, что оценить сейчас можно как удовлетворительную готовность, да, а так жизнь, конечно, покажет и скорые помощи, и амбулаторные учреждения, и, конечно же, госпитали, куда попадают непосредственно лица уже, в общем-то, в тяжелой форме этого заболевания. Они все должны получать, и, надеюсь, необходимую помощь будет им оказана. В сложных условиях эпидемиологической угрозы они первыми принимают на себя основной удар. Падают от усталости, но продолжают нести круглосуточное дежурство на въездах в Карачаево-Черкесию, чтобы не пропустить в республику инфицированных гостей. На этой неделе работники скорой помощи отметили профессиональный праздник. Это совпало с прекрасным всероссийским марафоном «Спасибо врачам», который в Карачаево-Черкесии поддержали Общественный совет МВД, Республиканский поисково-спасательный отряд и благотворительный фонд «Ихсан». Члены этих организаций с цветами и подарками посетили все временные стационарные посты, где дежурят медики и полицейские, и сказали им свое спасибо. Мадина Каракетова продолжит тему. Визит представителей Общественного совета при МВД Карачаево-Черкесии и волонтеров поисково-спасательного отряда с цветами и корзиной витаминов очень удивил и растрогал фельдшера поселка Солнечная Арсена Кармазова. С первых дней эпидемиологической угрозы уже ровно месяц он и двое его коллег совместно с полицейскими Прикубанского районного отдела внутренних дел и Росгвардейцами дежурят на временном стационарном посту на въезде в республику в Прикубанском районе, сменяя друг друга каждые сутки. Мы стоим не для того, чтобы на галочки ставили, хвалили, не для этого. В первую очередь мы для своей республики стараемся. Но внимание это, конечно, хорошо и приятно. В таком случае можно даже растрогаться, чтобы была бы девушка. Представитель общественного совета при МВД Марат Узденов считает, что медики, дежурищие наравне с сотрудниками полиции, на посту достойно восхищения. Они хоть и падают от усталости, ежеминутно рискуют подхватить опасный вирус, все же не покидают свой пост. Люди должны постоянно вот так приезжать и подбадривать их, чтобы у них мотивация была работать, помогать людям. Они не обязаны это делать. Рискуя всем, тоже же люди могут заболеть, поэтому они больше, чем мы, помогают народу. Именно медики, сотрудники правопорядка, они работают постоянно и находятся в зоне риска. Инициатором акции выступил благотворительный фонд ИХСАН, идея была поддержана волонтерами поисково-спасательного отряда Карачева-Черкесии и общественным советом МВД. По словам Марата Узденова, это не единственная акция, направленная на выражение благодарности медикам и полицейским. Арсен Каркмазов и сотрудники правоохранительных органов не пропускают ни одного автомобиля, въезжающего в республику, не измерив температуру водителя и пассажиров. Если температура тела превышает норму, пусть даже совсем на чуть-чуть уже причина для тревоги. Первая задача выявления с температурой и ставить на учет приезжих и нагородных. Ставить на учет, сообщать участковому терапевту. До прибытия до места жительства их уже будет ожидать участковый терапевт. И сажать на карантин на двух недель. И после двух недель будут браться мазки на анализ на COVID-19. У нас в скорой помощи есть ртутные термометры. Перепроверяем два раза, чтобы не было никаких ноутсинов. Выявляются температуры, конечно. А приезжие или по работе, или же кому-то в гости, там, с Ясинтуков, с Пятигорского, если выявляется температура, тут же возвращаются назад. В случае у нас с Калининграда ехала фура, у него обнаружилась температура 37,8. В том же порядке, в Калининград отправили. То есть у кого температура, вы сюда не пускаете? В республику не пускаем. А если местный, я еще раз повторю, что ожидать будет его до приезда домой терапевт участковый. В специальном журнале фельдшер фиксирует все данные людей и их машин, и гостей, возвращенных обратно, и местных, кто едет домой. А как вот приезжие, к которым вы подходите, вот с вашими приборами, относятся к таким людям? По-разному. Бывают спокойно, бывает негативно. По-разному. Проходится молчать, делать свое спокойное дело. Объясняем по-человечески, ну, понимаете сами. Вот вы в зоне риска, да, вот как и полицейские, с которыми вы здесь дежуруете, вам не страшно? Страшно, а что делать? Лучше я один, чем сотни заболеют. Война без жертв не бывает, как говорится. Такая вот ответственная работа кипит на всех въездах и выездах из Карачаева-Черкесии. Цветы и фруктовые корзины удивили и порадовали и медиков, дежурящих на временных постах в Адыехабльском и Малокарачаевском районах. Но несмотря на все усилия медработников и полицейских, нюющих и ночующих на постах, на совете выполняющих свою работу, в республике все же с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. И основная причина – игнорирование требований о самоизоляции, безответственное отношение некоторых граждан как к своей безопасности, так и близких, которых они подвергают смертельному риску. Одни врачи, пусть даже и при помощи полицейских, не справятся, если каждый не осознает свою личную ответственность перед своими родными и обществом. Вадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Эпидемия коронавирусной инфекции затронула практически все сферы жизни. Значительные изменения произошли и в системе образования. Школьные дворы и классы опустили. Несмотря на то, что детей в школах нет, учебный процесс не останавливается. В общеобразовательном учреждении номер 6 Черкесска побывала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. Пустой класс, стулья на партах. Однако урок идет в активном режиме. Таковы сегодняшние реалии дистанционного образования в школах республики. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Меня слышно? Здравствуй, Ильяс. Конечно, слышно. Здравствуй, Анечка. Здравствуй, Ислам. Здравствуй, Лаурочка. Я тебя слышу, но пока не вижу. Вот. Итак, мои дорогие, первым нашим уроком сегодня будет математика. Откройте, пожалуйста, свои тетради. И запишите, пожалуйста, сегодняшнее число. Сегодня 28 апреля. Классная работа. Учебный процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования республики. Мне удобно проводить эту работу через платформу Zoom, потому что таким образом я общаюсь живой с детьми. Каждое утро у нас начинается с приветствия в WhatsApp. Мы здороваемся друг с другом и проверяем, кто в наличии. Далее предлагаю детям зайти с помощью ссылки на конференцию, и мы проводим уроки. Впервые за всю историю Карачаева-Черкесии все школы переведены на дистанционное обучение. Переход был внезапным и одномоментным, а потому не все учебные заведения подготовились стопроцентно. В короткие сроки была проведена огромная работа, которая потребовала мобилизации больших ресурсов и усилий, как со стороны государственных органов, педагогического сообщества, так и учеников и их родителей. На начальном этапе некоторые школьники не имели возможности пользоваться видеосвязью. По поручению Рашида Борисбевича Тимрезова, главы нашей республики, этим ребятам были предоставлены технические средства для обучения. Этих детей немного на сегодняшний день, но были определенные дети, у которых даже телефонов не было, гаджетов. Но я хочу сказать, что дистанционное обучение – это не только обучение благодаря или через интернет. Это обучение может осуществляться дистанционно, то есть на расстоянии, вне школы. Это дистанционное обучение даже по учебникам. Оно может осуществляться при помощи рабочих в тетради. И прочие формы и средства обучения допускаются. Впереди государственная итоговая тестация всех выпускников школ. Волнует вопрос, какого числа предстоит сдача последних экзаменов. Для девятых классов ОГЭ будет стартовать с 8 июня по 31 июля. То есть Министерство просвещения Российской Федерации представляет на право выбора каждому региону, в зависимости, опять же, от ситуации, определить конкретные даты в этот период, когда лучше провести государственную итоговую аттестацию. Что касается выпускников 11 классов, то ЕГЭ на сегодняшний день запланировано также на 8 июня. Подробная информация есть на сайте Министерства образования Республики. Ожидается, что школы Республики, скорее всего, будут закрыты на карантин до нового учебного года. Мурат Жангёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. За просроченные водительские удостроверения штрафовать не будут. На основании указа президента Владимира Путина, который вступил в силу 18 апреля текущего года, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период времени с 1 февраля по 15 июля, остаются действительными. Заменить водительские удостоверения возможно при наличии полного пакета документов через единый портал госуслуг, предварительно записавшись. В пятницу вся страна в онлайне отметила праздник весны и труда. 1 мая, день солидарности трудящихся к трудовому классу Карачаевой Черкесии, обратилась лидер профсоюзов республики, председатель объединения профсоюзов Карачаевой Черкесии Раиса Айбазова. 1 мая – праздник весны и труда, день международной солидарности трудящихся. 1 мая отмечают в 140 странах мира. И это самый народный, самый любимый праздник всех поколений. Для людей старшего возраста он символизирует трудовую солидарность. Для молодежи это символ достойного будущего. К сожалению, 1 мая 2020 года совпал с размахом пандемии по всему миру. Никогда в истории профсоюзного движения, а профсоюзному движению России 115 лет, Международной организации труда 100 лет в этом году исполняется, и Федерации независимых профсоюзов России 30 лет. И никогда такого не было, чтобы профсоюзы не вышли на первомайские акции. В этом году Федерация независимых профсоюзов России проводит акцию под лозунгом «Солидарность сильнее заразы». И, конечно же, учитывая ту экономическую составляющую, трудности, которые в связи с пандемией, профсоюзы призывают сохранять заработную плату, индексацию заработной платы, индексацию пенсии за права работников, за Конституцию. То есть уважение к человеку труда. И как говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, на 10-м съезде Федерации независимых профсоюзов России все вопросы достоинства человека труда решаются в соответствии с самой многочисленной организацией профсоюзами. И власть обязана оказывать содействие профсоюзам в реализации защиты прав граждан. И, конечно же, неизменным остается главный лозунг профсоюзов – единство, солидарность, справедливость. И я думаю, мы все преодолеем все трудности. И хочу поздравить с 1 мая всех членов профсоюза, всех жителей республики, пожелать, конечно же, здоровья, достойно перенести, преодолеть коронавирусную ситуацию, вернуться всем на свои рабочие места и ценить то, что мы имеем. И, конечно же, всем быть добрее, терпеливее и сильнее с праздником. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандыки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите животных? Потому что сама люблю животных. И знаю, что многие любят животных. И хотелось бы, чтобы они были обеспечены полной и хорошей защитой. Это, можно сказать, друзья наши меньшие. И мы должны относиться к ним с должной ответственностью и вниманием. Конституция должна обеспечивать защиту не только граждан нашей страны, но и братьев наших меньших. Воспитывать нужно подрастающее поколение, да и всех взрослых на любви к животным. Если не будет любви к животным, не будет любви к людям. Следственный комитет России начинает Всероссийскую молодежную патриотическую эстафету добрых дел, посвященную 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Рак был повержен благодаря невероятной стойкости и мужеству, сплоченности советского народа. Участники акции пронесут через исторические центры нашей страны города-герои и города воинской славы знамя и эстафеты. Учащиеся кадетских корпусов и академии ведомства, сотрудники Следственного комитета России, благодарят ветеранов и оказывают необходимую помощь тем, кто пережил страшные военные годы. Давайте вместе встретим юбилей победы добрыми делами. Независимо от дат и времени года, не оставим без внимания и помощи ни одного ветерана. Сохраним память о подвиге павших защитников Отечества в каждой семье. Будем достойны великого поколения героев. Поправки Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите культуры и статусе русского языка? Потому что это наш родной язык. Это язык, на котором писал Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бунин. Для сохранения культуры и традиций нашего народа. Это основа основ. Это, можно сказать, корни любого государства. Потому что русский язык и наша великолепная культура – это именно то, что объединяет, сплачивает наше российское общество. Год памяти и славы. Год 75-летия победы Великой Отечественной войне. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Администрация Волгоградской области объявляют о проведении юбилейного, десятого международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь». Сотни гостей и участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья встретятся в городе-герое Волгограде. Историческая правда и память поколений. Подробная информация на сайте волгоградбефистрв.ру в разделе «Фестивали». Глава Республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции провел заседание Оргкомитета Победы, в ходе которого озвучил поручения президента Владимира Путина. Хоть эпидемия и внесла свои изменения, корректировки, День Победы обязательно состоится. Для этого будут использованы разные формы организации праздника, которые объединяют людей вокруг главной даты страны. С начала года реализованы программы в части благоустройства мемориальных памятников, воинских обелисков и захоронений. Все ветераны войны, тружники тылов, вдовы погибших фронтовиков по личному решению главы региона получили ко дню победы выплаты из республиканского бюджета. От сенаторов и депутатов двух палат Федерального собрания и муниципальные выплаты от муниципалитетов. Поручил главам городов и районов расширить спектр мероприятий, приуроченных ко дню победы, за счет мероприятий онлайн, а также участия жителей во всех массовых акциях, флешмобов через сеть интернет. Прежде всего, это онлайн проведение бессмертного полка. В День Победы пройдет также Всероссийская минута молчания. По всей стране проходит акция «Сад памяти», приуроченная 75-летию Великой Победы. К 9 мая будут посажены 27 миллионов деревьев по числу погибших в той войне. В марте к акции присоединилась и Карачаево-Черкесия. На сегодняшний день уже посажены тысячи деревьев. Как ведется эта работа, узнавала Шерифат Лепшокова. Вот уже почти два месяца, как лесные хозяйства присоединились ко Всероссийской акции. Тысячи и тысячи саженцев были посажены по всей республике. Не стал исключением и Зеленчукский район. Три года назад на этом участке больше чем два гектара из справненского лесного хозяйства после разрушительного ветра было повалено множество деревьев. После того, как территорию расчистили, начались лесовосстановительные работы. А благодаря акции «Сад памяти» эти сеянцы скоро превратятся в саженцы. По нашим данным, в республике у нас в годы Великой Отечественной войны погибло 25 450 человек. Поэтому мы должны были в рамках этой акции высадить соответствующее количество деревьев. Однако, как мы знаем, коронавирусная инфекция немножко ограничила проведение этих мероприятий. Но тем не менее, работа была большая проведена. Мы вот здесь посадили 8,5 тысяч штук сеянцев дуба-черещатого вот на этой конкретной площади. И по четырёхм лесничествам по Кубанскому, по Зеленчукскому, Карачаевскому и Урупскому лесничествам мы ещё провели дополнение лесных культур. Всего было посажено 43 тысячи сеянцев. Только в Черкесске появилось больше 3,5 тысяч саженцев. Большая часть работ была проведена до режима самоизоляции. Но и сейчас лесники проводят свою работу, соблюдая все меры предосторожности. По этим обстоятельствам официальные многолюдные акции, они как бы приостановлены. Но тем не менее, сейчас по инициативе Рослесхоза проводится акция сада памяти в дистанционном порядке. Каждый гражданин, каждый житель нашей страны, в частности республики, может посадить дома дерево на дачном участке, на своём томном. И разместить соответствующие фотографии и информацию о высаженном дереве в честь кого он высажил на официальных сайтах. Работа по посадке деревьев сезонная. Лесникам предстоит ещё немало работы. На участке в один квадратный метр с помощью меча Колесова они за считанные секунды сажают по 5 сеянцев. Лесникам пришлось прервать работу на неделю, повлияли погодные условия. Но сейчас посадка деревьев ведётся в прежнем режиме. В Урупском лесничестве рассчитывают выполнить все запланированные работы в срок. В эти дни отмечает свой юбилей легендарная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Роза Хабчаева. Всеобщее признание Роза Ибрагимовна получила уже давно, став воистину корифеем Карачаевского театра. Многие её роли вошли в золотую сокровищницу культуры народов Северного Кавказа. В разное время о таланте Розы Хабчаевой многое восторожно писали. Но лишь одну фразу, которую сказал Кайсен Куреев, хотелось бы привести. Великая актриса маленького театра. О многогранном таланте актрисы маленького театра в материале Беллы Джазаевой. То, что Роза Хабчаева станет первой профессиональной актрисой карачаевского народа и одной из первых певиц нашей республики, чьи песни выходили на пластинках фирмы «Мелодия», было предрешено. Вообще она во многом была первой. Первой из рода Хабчаевых, ставшей человеком искусства. По её собственному признанию, петь она стала раньше, чем говорить. Пела она даже тогда, когда её ругали. И в Ленинград, в Институт театра музыки и кино, она поступила для того, чтобы стать профессиональной певицей. А стала одной из лучших актрис своего времени. Как актриса – это слишком много, и это большое слово. Просто я пела с детства. И под столом пела, и когда побьют, пела. Я всегда пела. В конце концов, я в институт поступила, думала, что там где-то пение будет. Роза Ибрагимовна всегда понимала, что для женщины-горянки профессия актрисы нелёгкая. Но и тогда, когда выбрала её, и сейчас, когда минуло столько лет, ничем другим она заниматься не хотела. И в каждую роль, даже самую маленькую, она вкладывает всю свою душу, делая свою героиню живой и запоминающейся. Получить текст и учить его – это только техническая сторона. Чтобы текст зазвучал, его необходимо одушевить, оживить собой. И это Розе Ибрагимовне удаётся всегда. – Шахарбий Магомедович Алиев, он написал вот эту миниатюрку. Говорит, Роза, собирай. Я говорю, Шахарбий, что хочешь делать, я такие роли не могу. Просто не я это. Вот это не моё. Никогда не ругалась и никогда не дралась. На сегодняшний день Роза Хабчаева сыграла более ста ролей. Наиболее значительными и этапными для себя актриса считает роли Ай-Муж, ушибленная звездой, Белиссы в хитроумной влюблённой, Ай-Шат в огурлу, Аминат, чёрный ноябрь и многие другие. Себя Роза Ибрагимовна перечисляет к острохарактерным актрисам. По поводу любимого режиссёра говорит, все любимые, которые дают играть. Роза Хабчаева – это явление в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. Она глыба, она наша наставница, и мы, и среднее поколение, и молодое поколение, мы гордимся и по сей день, что мы работаем, служим театру в эпоху Розы Хабчаевой. Спасибо многих лет счастья ей. Мир этой талантливейшей актрисы огромен и удивителен. Она всегда счастлива в своей профессии и всегда безмерно благодарна каждому зрителю, пришедшему на театральное действие. Белла Джозаева, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Качественных и безопасных автомобильных дорог в Черкесске-то весной станет ещё больше. Масштабные ремонтные работы по полной замене асфальтового полотна сейчас развернулись одновременно в нескольких районах республиканской столицы. На каком этапе работы по улице Первомайская узнал Ахмат Халкечев. Таких масштабных ремонтных работ в той части улицы Первомайская, где разрешено движение автотранспорта, ещё не было. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются уже второй год. В общей сложности в рамках данной программы в текущем году планируется отремонтировать более 10 километров внутригородских автодорог республиканской столицы. Улица Первомайская стала одной из первых, где уже начат масштабный ремонт. Здесь проведен довольно большой объём работы. Это замена бордюров, фрезерование старого асфальта и подготовка к укладке нового дорожного полотна. А перед всем этим свою работу провели ресурсоснабжающие организации. Они заменили ветхие трубопроводы, вода и теплоснабжение, чтобы исключить вскрытие нового асфальта. Везде стараемся, оповещаем коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации, для того, чтобы они обследовали свои коммуникации и в местах производства работ по ремонту дорожного покрытия также ремонтировали свои сети. По всему городу, где производятся ремонтно-дорожные работы, мы рассматриваем возможность увеличения парковочных мест для личного транспорта жителей и гостей республиканской столицы, рассказывает Сергей Елисеев. Хоть и не везде у нас получается это сделать, тем не менее стараемся предусмотреть все возможности, подложивает он. Здесь немного, здесь порядка 10-15 парковочных мест, то есть уже парковочные места были предусмотрены, и мы стараемся какое-то сбалансированное решение принимать, чтобы в свою очередь зеленым насаждениям не вредить, оставлять зеленые зоны, газоны. То есть все это продумывается и принимается решение. Как еще поведал исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Черкеска Сергей Елисеев, ограничительные меры по предупреждению о распространении коронавируса незначительно расширили сроки окончания работ, так как все подрядные организации тоже ведут свою деятельность при строгом соблюдении всех мер предосторожности. Правильное соотношение отдельных частей, простота линий и контуров, цветовая гамма и эстетичность. Вы думаете, речь идет о полотне известного художника? Но нет. По всем правилам художественного мастерства оформлены цветочно-декоративные композиции, которые будут украшать республиканскую столицу до глубокой осени. О том, как зеленеют клумбы и цветники Черкеска, расскажет Фатима Даурова. Современные цветочные подиумы становятся настоящими произведениями искусства, а оформление клумбы зачастую удивляет своим внешним видом – строгой элегантностью или смесью всевозможных веселых оттенков. Красивые представители флоры в эти дни приживаются в подготовленной почве клумб, но пока только в сквере, что находится на Одесском переулке. На территории города Черкеска начата высадка зеленых насаждений, цветов. Это силами МУП «Зеленстрой» начаты работы во всех скверах, парках, городских зонах, посадка цветов разных пород и калеров. Работы ведутся поэтапно, так как у нас сейчас люди находятся на карантине, самоизоляции. Поэтому начаты с переулка Одесского, аллея Чернобыльцев, начаты поэтапно высадка цветочков. Потом начнем мы с посадки в центральном сквере улицы Первой Майской и далее поэтапно пойдем. Параллельно Зеленом острове. Другие клумбы и цветники в зонах отдыха Черкеска уже подготовлены к посадке. А зеленители ждут благоприятной температуры. Для некоторых сортов саженцев перепады между дневними и ночными показателями термометра пока еще нежелательны. В рамках озеленения в парке Зеленый остров собираются высадить 120 тысяч цветов. Площадь клумб столицы Карачаева-Черкесии составит 6 тысяч квадратных метров. На этой территории планируется высадить 600 тысяч единиц растения. И совсем скоро, буквально через 2-3 недели, скверы города Черкеска превратятся в яркие живые ковры из цветов. Хатима Дурова, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Пейзаж, дикие животные, макромир, подводный мир, Россия с высоты птичьего полета. В этих и других номинациях для участия в фотоконкурсе с октября 2019 по февраль 2020 года проходил прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна», которую ежегодно проводит Русское географическое общество. Принимались снимки, сделанные исключительно на территории России, фотографами из любых стран. И в итоге поступило около 60 тысяч работ от жителей всех регионов России и более чем 20 стран мира. Конкурс завершился, но сейчас идет онлайн-голосование. Алла Динаева подробнее. Тебе удаются снимки природы, диких животных или людей? Все свободное время ты занимаешься фотографией? Твоя мечта – профессиональная фотокамера? Тогда вы, возможно, уже участвовали в масштабном медиапроекте Русского географического общества «Самая красивая страна». РГО определила финалистов 2020 года. Одновременно стартовало открытое онлайн-голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Голосование открыто с 21 апреля по 15 мая включительно на сайте конкурса. Русгидра выступила партнером в этом конкурсе Русскому географическому обществу. В частности, вместе разработали и предложили такую номинацию, которая называется «Энергия воды России». Русгидра объявила эту номинацию, во-первых, в честь того, что мы в прошлом году отмечали 15-летие компании. А во-вторых, у нас этот год проходит под знаком 100-летия плана ГОЛРО. То есть приурочили вот такую номинацию. Номинация хорошая, там выставлена масса фотографий наших гидроэлектростанций компании. Для участия в голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей – в Фейсбуке, Одноклассниках или ВКонтакте. Один человек имеет право проголосовать за любое количество понравившихся фотографий финалистов конкурса, но каждому снимку можно отдать только один голос. Цель масштабного медиапроекта – привлечение внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия России, а также воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Во все времена русское географическое общество и лучшие писатели, художники, журналисты и, конечно, фотографы показывали и рассказывали о природе, истории и культуре нашей страны. Ведь мир вокруг нас прекрасен, и каждый человек, увидев такую потрясающую красоту, стремится запечатлеть это на фотокамеру. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и здоровьем! Редактор субтитров А.Семкин